20% плановой рентабельности в ресторанном бизнесе можно зарабатывать. Привет, ребятки. Здесь выныча. Идем дальше. Здесь у нас... Да. Или сейчас получишь сториз жесткая, что охуевый сервис у тебя и так далее, да. Там фарш. Что надо сделать? Я хочу ресторан, я не профессионал, что мне делать? Первый чертный период в месяц это должно выходить в прибыль однозначно. Я думаю, 5% это прибыльный ресторан. Ресторанный бизнес путают с другими бизнесами. Ресторан для специального визита это основа моего бизнеса. Вроде бы все посчитали, как это должно быть, но оно не работает. Всем привет, друзья. Ну что, у нас в эфире новый выпуск «Зажигалки». И сегодня, наконец-то, тот самый долгожданный выпуск, по крайней мере для меня, потому что я этой встрече добивалась долго. Сегодня, во-первых, я познакомлю вас с потрясающим человеком. Я думаю, что вы его уже знаете. Если не знаете, то у вас сегодня день открытий. Сейчас прямо я пришла в ресторан, который называется «Чиккин Киев», который находится недалеко от моего офиса. И который открыл, построил, создал прекрасный человек Дима Борисов. У него уже порядка 28 ресторанов, по крайней мере, на тот момент, пока я стою здесь, потому что каждую неделю у него повсюду открываются новые рестораны. Это просто вау. Поэтому сегодня я хочу, прежде всего, задать ему все самые интересующие меня вопросы о ресторанном бизнесе. И затем я хочу его отвезти к нашим друзьям. Вы же помните, что уже очень давно к нам пришла Юлиана, чтобы открыть ресторан. Скоро это произойдет. И сегодня я хочу попросить Диму сделать, ну, такой себе чек и проверить, как же ребята подготовились к открытию ресторана. И есть ли вообще у ресторана Юлианы шанс для того, чтобы быть успешным и классным проектом, как все рестораны Димы. Вот сегодня все это узнаем. Все, пора болтать, пошли. Дима, у меня есть ряд вопросов, которые меня страшно интересуют, как любопытную девушку. Давай начнем с того, сколько ресторанов у тебя сейчас есть. Разделяю два, две области. Есть мои рестораны, которые мы создаем. Есть рестораны по франшизе, по консалтингу. Давай разберемся, сколько? Да. Своих, наверное, 27-28. Я немножечко не успеваю за подсчетом деталь, за сколько, потому что сейчас динамика такая, что мы несколько заведений в месяц открываем. И еще где-то с десяток по франшизе, по консалтингу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА То есть можно утверждать, что ресторанный бизнес в нашей стране, типа, вау-вау, очень крутой? Конечно. Ресторанный бизнес в уровне ресторанов, давай так, в Киеве, во Львове, в Одессе, в Харькове, в Днепре. Это последних лет 7-8 уровень Лондона, Нью-Йорка, Берлина и Парижа. Только по украинским ценам? Только со средним чеком в 10 евро. Да. Это миллионные интерьеры. Это невероятная еда в тарелке. Да. Как ты любишь, с авокадо, конечно же, кино, там все, хелси. И соус отдельно. Соус отдельно, 16 официантов, чтобы тебя удовлетворить, вот это вот все, сервис. И для сумочки обязательно. Вот так, конечно. Или сейчас получишь сториз жесткая, потому что охуевый сервис у тебя и так далее. Да, да. И со средним чеком в 270 гривен. Класс. Соответственно, вопрос, а что тут про бизнес? Про бизнес все. Это еще и крутой бизнес. Так. Ну, как можно со средним чеком 10 евро и с миллионным вот этим всем историей, как тогда это вообще может выходить в прибыль? Как это устроено? Вот мне вот эта тема вообще не понятно. Смотри, в прибыль это должно, как любой бизнес, выходить в первый отчетный период, который ты для себя обозначила. Мы обозначаем месяц. Первый отчетный период в месяц это должно выходить в прибыль однозначно. Ну, как так? А окупаемость какая? Окупаемость это параметр, который, честно говоря, мы не применяем, потому что если ты инвестируешь в свой ресторан в среднем тысячу долларов на квадратный метр, и эта цифра не меняется, да, потому что застом это импортное оборудование, импортные материалы и так далее, а торгуешь в гривне, то такое понятие, как ROI, возврат инвестиций, не работает, потому что завтра очередные у тебя выборы, и курс опять скакнул на 5 гривен выше, и твой вот этот утрой, условно говоря, вырастает ровно там на очередных 8 или 10 месяцев. Поэтому неприменим этот показатель, я так считаю, в ресторанном бизнесе. Мы говорим о том, что это операционный эффективный бизнес. Из твоего общего оборота денег ты должна получать плановую рентабельность, которую ты закладываешь. В Украине это очень высокий показатель. 20% плановой рентабельности в ресторанном бизнесе можно зарабатывать. У нас невероятная страна. В Европе этот показатель 5-7%. Для меня вообще Украина всегда кажется невероятной страной. И все-таки ты говоришь о том, что если рассмотреть рынок ресторанов нашей страны, то 5% из них будут успешными ресторанами, а все остальные... Давай мы определимся сразу же в терминологиях, чтобы успешное что-то имеешь в виду. Я имею в виду, что они приносят прибыль, зарабатывают. Они не убирают. Прибыльные тогда. Прибыльные. Они не убирают. Прибыльные. Из всего объема рынка, да, я думаю, 5% это прибыльные рестораны. Остальные неприбыльные или дотационные. Да. Зачем их открывают? Я не знаю, надо спросить у тех, кто их открывает. Я надеюсь, мы поедем у очередных типичных представителей, кто открывает ресторан. Ну, мы спросим, да. Мы спросим, но я предполагаю, что в основном люди думают, что бизнес это проинвестировать деньги, а во всем мире все наоборот. Люди думают, что бизнес это та бизнес-модель, которую закладывают в свой бизнес с самого начала. Под это все четко просчитываю, сколько чего должно быть в конце фильма и жестко это все сами же внедряют. Поэтому в основном у нас почему-то рестораны-бизнес считаются, ну что там, мы с тобой ходим по ресторанам, ну едим. Да, все едят. Да, ну что, мы не разберемся, но взять там какого-то, как они часто еще думают, коллегу на кухню в 2 квадратных метра, потому что тебе же надо на зал же основную посадку потратить, чтобы красивая люстра была, и подружки не сказали, что ты сэкономила на интерьеры. Ну, а там никакой технологии, никакой там нормальных условий труда, никакого профессионализма в команде, скорее всего, потому что это еще и в противоположность тому, что у нас невероятные рестораны в стране, это еще и рынок тотально неквалифицированных специалистов. Потому что никто не выбирает профессию, ни ты не идешь в официанты работать, в администраторы, в ресторан, и никто из твоих подружек. Твой муж точно не хочет получить профессию повара, как и большинство не хочет получить профессию повара. Все хотят быть юристами, экономистами, маркетологами, и бизнесменами, или сейчас модно предпринимателями. Предпринимателями, очень богатыми состоятельными. Вот, если вкратце, вот так вот ответ на тот вопрос, почему 5% эффективно работает или результативно, или прибыльно, а все 95% это заканчивается на инвестициях. Мы сделали бизнес. Нет, вы сделали не бизнес, вы сделали какое-то пространство, которое просто там имеет набор, не знаю, стульев, столов или еще чего-то, но не генерирует ту плановую прибыль, которую вы там выходили получать. Скажи, пожалуйста, сейчас ты, как ты уже сказал, открываешь рестораны, но чуть ли не каждую неделю, и сейчас пошел у тебя новый формат, таких небольших относительно заведений, демократичных, страшно демократичных по цене. То есть, когда вообще смотришь на цифры, 19 гривен, я помню, что ты купила, да? Да. 19 гривен, это чтобы вам было понятно, ребята, ну, это там, наверное, пол-евро, да, сейчас? Ну, чуть-чуть, больше пол-евро, потому что нас смотрят в разных странах. Да. Естественно, что, ну, с одной стороны, круто, стоят везде очереди. Реально стоят очереди. Если вы такого не видели, то можете приехать посмотреть в книгу. Расскажи об этом формате, потому что наверняка он успешен, потому что когда целый день идут чеки, сколько там чеков приходит, сколько в день вообще оборот в таком ресторане, и вообще как придумал, зачем запустил, ну, наверняка это же была какая-то гениальная идея, не открыть очередной миллионный ресторан, а сделать вот что-то такое. Рассказываю, смотри, мой весь путь как ресторатора, как шеф-повара, как бренд-шефа и как маркетолога своих ресторанов, это, ну, около 10 лет уже, 10, да. В 2009-м я начал, по сути, достроить свой первый формат, первый гастробар в стране, барсук. И вот сейчас уже 19-й год, да, то есть 10 лет рестораторству. Первый период, то есть до прошлого года, 8 или 9 лет, я занимался развитием украинской гастрономической культуры и вашей гастрономической культуры гостей. Что это значит? Я открыл первое в стране гастрономические бары, гастрономические пабы. Я первый в стране демократизировал сифуд, и теперь вы устрицы едите вместо пирожков у метро. Я построил все крупные формы, которых, крупные формы я имею в виду рестораны, которые я считал, что мне нужно дать рынку, чтобы не копировать стандартные суши, пицца, кальян, караоке, хинкали, качапури, а создавать современные, модные, инновационные места, чтобы дать рынку чуть больше, а не просто, как я уже говорил, копировать друг другу. Эти амбиции я завершил в прошлом году, создал все, что я хотел. Лучший ресторан современной украинской кухни в стране Канапа, лучший гастропат украинской современной кухни, Станя Баррикада, Чикен Киев, Ватра, Канапка Бар, Рыбалав, Крабсбургер, Любчик, Охота на овец, Ронин, тот же самый Барсук, не знаю, уже, наверное, не все названия своих крупных форм ресторана могу назвать. И сейчас я пришел к тому, что те сегменты, которые мне важно было закрыть, это так называемый файн-дайнинг, это рестораны для специального визита, и кэжуал-дайнинг, рестораны на каждый день, как вот мы сидим. Остался сегмент, который в рамках моей стратегии развития гастрономической культуры не был мною как бы задействован, да, и был в поле моего внимания, но я к нему пришел не снизу сначала открыть маленькое место, а наоборот сверху, открыл крупные формы, полностью как бы за это время, наверное, разобрался во всех нюансах в поведении гостей, в продуктах, в технологии, в тайминге, во всех аспектах, которые теперь я могу воплотить на высочайшем уровне в фаст-кэжуал форматах, как мы говорим, например, кончики, которые являются очень гастрономичным блюдом для того, чтобы взять вот этот вот ключевой оставшийся сегмент, который является 80% рынка с точки зрения гостей, чего они ожидают и сколько они готовы заплатить. Форматы мы начали в прошлом году с запуска, это полтора уже года назад прошло, это белый налыв на Крещатике, который как был в среднем от 1000 до 1500 человек в день на 90 квадратных метров со средним чеком 150 гривен, с устрицами по 29, с худохами по 29, с идрами по 29. Как ты в гости позиционировали этого заведения? Смотри, мы никак не позиционируем, кто наш гость, потому что мы это не имеем права делать. Это такой, я называю, шовинистический подход. Кстати, из-за этого многие рестораны и закрываются, потому что, как правило, собственники еще пытаются на себя надеть маску, знаешь, как это казаться, а не быть, например, элитными премиальными людьми, переехавшими из какого-нибудь поселка городского типа несколько лет назад и заработавшие где-то параллельно деньги, но считают, например, себя элитными гостями этих же ресторанов и делают элитный свой ресторан. И закрывают через некоторое время, потому что гости не верят этим собственникам, потому что, скорее всего, твой бизнес будут покупать и твой продукт будут покупать те люди, которые верят своим отражением. Поэтому я могу сказать, мои гости это мое отражение. Это люди, которые, как я иногда там гуляю со своими детьми, хочу зайти, съесть невероятную устрицу по евро, точно так же, как это я ем во Франции, в Италии, в Испании, в Португалии, запить это невероятным сидром, потому что в какой-то момент я не хочу пить пиво, но на шампанское у меня денег не хватает. И сидр идеально вкладывается в эту категорию. С пятницу вечером, просто прогуливаясь по центру, зайти еще и провести чуть больше времени под хорошую музычку, вот это приблизительно гость, который посещает наши форматы. Пьяная вишня, да, например? Нету ли такого, ну, что вы спаиваете наших людей? Не понял. Потому что люди все время заходят там, стоят, я прохожу, у меня офис рядом находится, и люди все время стоят с чарочкой. В любое время суток. Да. Не, я не понял, твой поскольку как-то спаиваем. Спаиваем – это какой-то элемент насилия. Ну, знаешь, ну, не знаю, вот для меня, я все время помню, как советский ребенок, как ты заходишь в астроном там, и здесь есть столики, там молочные кастели, и стоят люди, они там пьют с утра, вот, а это такое, люди тоже могут пить с утра, но из красивых рюмочек. Могут, это их выбор, конечно. Ну, тогда ты каю в любой ресторан, можешь ты это подвести. Твой любимый хелси гуд гелл с прекрасной винной картой, потому что спаивает тебя, если ты утром можешь купить бокал вина, например, или… Мне так, что там, это основной продукт, я просто, честно говоря… Нет, нет, смотри, нельзя так подходить к оценке, ну как это? Так ты можешь перевернуть с ног на голову любой бизнес. Нет, это в любом случае ты даешь людям выбор, люди голосуют своими деньгами за тот или иной продукт, который они покупают. Окей, хорошо. Значит, давай тогда, у нас есть белый налив, у нас есть пьяная вишня, у нас есть БПШ, что еще есть из таких форматов, вот, коротких сейчас? Мушля, БПШ, вареники Нау, Доксенбургерс, белый налив, канапка бар. То есть самое крутое, что средний чек везде какой у вас получается? Такой же, как и во всем мире в этом формате, 5 евро. 5 евро, то есть за 5 евро можно очень быстро, вкусно, классно перекусить, можно тоже полноценно пообедать, вот, и при этом это еда, которая привычная, которая все равно любимая. Нет, не привычная абсолютно, это гастрономическая еда, которая ничего общего с тем, что в этом сегменте за эти деньги до нас продавалась, не имеет. Согласна, но я имею в виду о том, что она не является, почему, шаурма, все знают, что такое шаурма, но одно дело купить шаурму на улице у кого-то непонятно кого, с грязными руками, другое дело купить это в классном месте, по классной цене, точно зная, что там все свеженькое, замечательно, я говорю сейчас об этом. Окей. Что этот продукт не нужно объяснять клиенту, что там попробуйте его, ну, устрица, да, устрицы ты просто сделал демократичными, потому что они как бы не... Нет, дочка, смотри, шаурма, это месяц назад открывшееся заведение, до этого проработала 4 года совершенно других форматов. Ты сейчас приходишь в Мушлю на Крещатике, выстаиваешь очередь и покупаешь казанок мидий за 49 гривен, покупаешь аргентинские креветки по 39 гривен, покупаешь устрицы вот такие вот по 39 гривен, запиваешь это бокалом невероятного шампанского. Я иду туда кушать, и ты не достанешь. Да, шаурма это то, до чего я сейчас мог добраться только, до этого это совершенно другие гастрономические вещи, те, которые ты раньше приходила и почему-то тратила... Я просто даю свои вкусы, ты понимаешь, шаурма в кончике. Может быть, да. Шаурма просто, когда я уже дошел до возможности сделать реальный хелси, крутейший продукт, который, я удивлен, до сих пор почему-то считается каким-то страшным и, скорее всего, сформированным мнением на основании каких-то точек общепита, про которые ты говорила. С разными ногтями. Да, но, тем не менее, ты же стоишь в очереди на фестиваль уличной еды в такой же ларек, без санитарных норм, где тебе отдают точно так же, как в этом ларьке, и все ок? Я больше никуда не хожу. Я теперь... Молодец, правильно. Молодец. Как и встречи? Молодец. Скажи, пожалуйста, давай по ресторанам. Несколько важных для меня вопросов. Ты наверняка, как эксперт, смотришь на другие рестораны, там что-то где-то происходит. Какие вообще вот такие глобальные ошибки люди допускают при открытии ресторанов? Ключевая глобальная ошибка. Ресторанный бизнес путают с другими бизнесами, называя то, что не является ресторанным бизнесом. Ну, например, покупая помещение и открывая в нем ресторан, люди называют это ресторанным бизнесом. Ничего общего с ресторанным бизнесом это не имеет. Потому что это называется инвестиционный бизнес, девелоперский бизнес, бизнес, связанный с инвестициями в недвижимость, ничего общего с ресторанами это не имеет. Это первая ключевая ошибка. Вторая ключевая ошибка, когда открывают рестораны и вообще любой другой бизнес, непрофессионалы в этом бизнесе. То есть человек, не разбирающийся в производстве еды, например, если это ресторан. Что надо сделать? Я хочу ресторан, я непрофессионал, что мне делать? Если ресторан про еду, ты должна быть шеф-поваром. Начинать с того, что я должна получить образование шеф-повара? Ну, я не говорил бы здесь про академическое образование, потому что в современном мире это не обязательно. Но ты должна разбираться фундаментально во всем. В химии процессов, в продуктах, в технологиях, в настраивании всех процессов в кухне. Это можно получить, например, за полгода, поработав в ресторане на позиции повара, чистильщика картошки, технолога, заготовщика и так далее, и так далее. Или же поездить, поездить, поучиться где-то за границей, потому что у нас практически негде учиться. Там, не знаю, в Ликорден Блю, как у нас сейчас многие любят три месяца отучиться, потом приехать, рассказать, что я повар, получивший образование в Ликорден Блю. Это лучше, чем ничего? Конечно. Вот, как минимум, нужно пройти все этапы. Окей. И еще что? Ну, в принципе, это базовые вещи, базовые ошибки. Выбор места? Насколько важен вообще? Никакого значения не имеет. Есть некоторые рестораторы, я слышала такие мнения, что от выбора места очень многое зависит. Нет? Главное, это все-таки место расположения. Удобное, понятное. Его должны видеть проезжающие автомобилисты, да, то есть я должен стоять на первой линии. Смотри, ты, скорее всего, за восемь лет практически не была в моих ресторанах, просто потому что логистически они тебе были неудобны. Нет, ну почему? Я знаю охота на овец, я знаю все, что ты опросил. Нет, ты знаешь, но логистически они тебе неудобны, и ты нетипичный потребитель моих ресторанов. Да, нетипичный. Потому что ресторан для специального визита – это основа моего бизнеса. 80% гостей, которые приходят в мои рестораны, они лояльны к моему бизнесу, к ресторану. Они даже не знают часто, кто такой Дима Борисова, потому что мы живем в своем мерке социальных сетей и думаем, что как бы все знают. На самом деле ничего общего это с бизнесом не имеет, ни личные бренды, вот эта всякая херня, пурга, которая сейчас пытается там обсуждаться. Поэтому люди, которые специально приезжали в первое мое заведение «Барсук» на Печерской площади в жопе мира на переулке Кутузова и Лесково, где ты скорее всего даже не была за 10 лет, это специальный мотив приехать в гастрономический бар без интерьера, без ничего. Да, у нас есть вот эту невероятную еду, которую мы 10 лет готовим. Откуда они тебя знали? В мертвую воздвиженку приехать, в новое открывшееся заведение, где район, как рассказывали, как бы «призрак», и теперь там город-сад – это люди с особым, специальным, осознанным визитом на еду. Это основа бизнеса. Откуда они тебя знали? Ты приглашал лично? Как это происходит? Продукт? Нет, мы даже этим не можем уже управлять с тобой. Ну продукт, окей, ты открывался там 10 лет назад, я еще могу поверить и вспомнить, что не так много всего было. Огромное количество было всего. Ну вот сегодня открывается классный ресторан, например, с офигенным продуктом. Вот у меня все круто, но как мне сделать так, чтобы люди узнали о том, что у меня офигенный этот продукт? Еще и простите в жопе мира. Смотри, сейчас с этим полегче. Когда я открывал, начинал этот путь, вот период с 9 по 15 год, вот это был адок, потому что, например, ресторанные маркетологи и рестораторы того периода, назовем 2000-х годов, ничего хуже не могли придумать, как 10 лет тебя учить выбирать ресторан по скидке на еду. Потому что ничего хуже они не могли придумать, как пластиковую карту, написать на ней скидку на еду, и это самое уютное, что могло произойти. Нет, если уютное на покупон тебя засунуть. Ну, может быть, да. Да, это дно. Наверное, но это нищенское. Я вот сейчас когда вижу, что заведение или что-то по купоне, я понимаю, что оно в жопе, и я никогда в него не пойду. Может быть, но как-то это работает, это вообще не про рестораны, да. Я тебе говорю про, ну вот, это был как бы первый период. Соответственно, нам, младым рестораторам, не буду только про себя говорить, а нам, младым рестораторам, приходилось совершенно в другом поле работать. Мы не даем никакую скидку на еду, мы не делаем дорогущие люстры и интерьеры, мы не жарим котлеты с пюре, как до этого продавались, и не продаем устрицы по 20 долларов как бы за штуку, а просто делаем охеренный невероятный продукт. Лично за него отвечаем своей головой, находясь в первую очередь в зале, во вторую очередь на открытой кухне, в идеале, да. Ну, как там, я первое время старался максимально готовить и прямо коммуницировать как бы с гостями, вот. И тогда формируется, ну, как ты правильно сказала, доверие. Люди доверяют людям. Когда ты понимаешь, что ты идешь к Борисову, потому что у тебя ассоциируется это с кем-то, с чем-то на уровне каких-то там доверительных форм, что ты ожидаешь от него, да, там, качество какое-то, там, сервис какой-то, там, цену какую-то, вот. Я помню, что мои там взрослые более подруги, они говорят, класс, появился Борисов, ну, у меня есть подруги дизайнеры, которые в первую очередь, конечно, идут туда посмотреть. Потом я помню шум с черными бургерами, которые появились на развлежинке. Откуда этот шум? Ты же все-таки появлялся на телеке. Среди подружек, наверное, шум. Был в шум. Ну, откуда, как-то же первые вот пришли, ты был каким-то, не знаю, там, селебрити, обладал какими-то суперкругами, связями, все-таки вот это начало самое. Нет, смотри, ресторанный бизнес, это все очень такая, очень, очень... Вот в чем, почему одни рестораны открываются? И у них до хрена людей, а другие открываются, и типа прикольно заходишь, вроде и еда первое время, ничего, пока еще денег хватает, интерьер офигенный. Да, там нет продукта, в основном так. Ну, то есть, смотри, рестораны, это не про продукт. Что продукт? Расскажи мне, что для тебя продукт, кроме продукта физического, то, что мы подразумеваем поесть, что еще может быть? Не, ну, продукт, в данном случае, ресторане, это все, что ты, ну, ты ешь, конкретная еда, посуда, сервис, запах, свет, это все часть, как бы, продукта. Поэтому, чтобы создать такой продукт, который тебе становится интересный, вот над этим и необходимо очень фундаментально, как бы, работать. Как происходит в большинстве случаев? Да. За две недели до открытия мы считаем продукт, что мы вот сделали красивый ремонт, набрав каких-то якобы специалистов, дизайнеров, архитекторов, которые не думают про эргономику, про освещение, про запах, а думают про то, как, не знаю, отдать на очередной конкурс красоты дизайн-проектов и там лишний раз написать про себя статью. Количество посадочных мест не соответствует бизнес-модели, которая закладывается, чтобы оплатить это помещение, аренду. Второе. Третье. Сам по себе продукт. Ничего общего с ожиданиями или же ничего общего с новым, что ты хочешь дать гостю, новый потребительский опыт, потому что копируется меню ровно на 100% то, что нравится этому владельцу в соседнем заведении или в заведении, в котором он ходит или куда он куда-то ездил. Ценообразование, которое происходит в рамках этого меню, ничего общего с реальной ценой, с реальной себестоимости не имеет, потому что это все скачано из интернета псевдоконсультантами, какие-то там калькуляционные технологические карты, посчитанные типа младшим помощником, младшего бухгалтера в виде там громожа, уварки, упарки, ужарки советских периодов, что вообще ничего не имеет общего с реальной там как бы калькуляцией. Ужарская картина. Тело зависит от скорости выдачи, от, ну то есть это многомерная как бы история, которая вот тобой, потребителем, воспринимается как продукт. Поэтому повторить пиццу, там, из любимого, например, на пуле в новом месте невозможно. Особенно где-нибудь еще на районе, если это, а не на Мечниково в Гудвайне, который там тоже как-то накладывает на что-то. И вот, исходя из вот этих вот всех пазликов, да, отдельных, вот какая-то картинка в итоге складывается. Но 95% ресторанов, когда ты спросишь, что это, и почему ты туда идешь, скажут, не, ну мы пойдем, потому что там, ну интерьер, там, кальян можно покурить, там, там есть суши, пицца, кальян, караокки в меню. Но это ничего общего с продуктами не имеет. Поэтому я не знаю, вполне возможно, это работает. Я же как бы не изучал там, как бы особо и не обращаю внимания на эту конкурентную среду, потому что, ну, нет времени просто на это. Но я могу за себя говорить. То есть мне интересно создавать новые категории, которые дают новый потребительский опыт тебе. Условно говоря, ты привыкла, путешествуя по Италии, по Испании, заказывать плато морепродуктов или в Бельгии брать котелок мидии с бокалом брюта или там с пивом. Я такой формат, большинствеством еще из локальных продуктов, создаю тебе здесь. Который существенно отличается от трендов на рынке. Потому что тренд на рынке, например, это грузинская кухня. Или мне интересно тебе, как украинскому потребителю, как украинке. Ты украинка? Да. Да. Так как ты привыкла видеть в Испании. Испанцы ежедневно ходят в испанские рестораны. Как ты это видишь в Италии. Итальянцы в Италии ходят исключительно в итальянские территории. Франция и во всем мире. И в Украине. Украинцы, ты, например. Если я тебя спрошу, когда ты пассивировала в украинском ресторане, я думаю, ты даже не вспомнишь. Поэтому я делаю новый потребительский опыт. Я создаю такие форматы украинские, которые развивают конкретно твою гастрономическую культуру. Я говорю тебе, Оля, я замаскировал здесь чекен киеви все таким образом, что ты ощущаешь в таком же как модном месте, которое ты любишь посещать ежедневно. Ничего общего с украинской кухней не имеющего. Но ты в основном здесь приходишь, ешь украинскую еду. Например, чекен киеви единственное украинское блюдо, известное с идентификатором города, известное на всем мире. Мне интересен этот пункт. Фасткэжуал форматы там тоже самое. Мне интересно дать то, что до этого не было в этом сегменте. Продукт, который люди не могут до сих пор понять, и 90% например впервые пробуют устрицу, в наших фасткэжуал формате. Билом на лыго, в мушле там или в вареники нау, например. Понимаешь? Давай представим, что ты сегодня Дима Борисов, которого никто не знает, который открывает свой первый ресторан, у которого нет еще такого крутого опыта. Какой вот вид маркетинга для себя ты бы использовал? Продвижение. Давай не будем это красивое слово. Как ты считаешь, насколько диджитал сегодня в ресторанном бизнесе может помогать или вообще он не может? Никак. Никак? Интересно. На сегодня мы с тобой уже упустили, это был последний поезд, на который мы еще могли запрыгнуть. Это вот, наверное, 2010-2015 год, когда только-только вот прям пошел взрыв соцсетей, когда появился, активно уже начал Facebook развиваться, когда появился Instagram. То есть можно закрывать Instagram, Facebook, если есть ресторан у тебя? Нет, не нужно закрывать, это будет работать на уровне просто персоналии. Это никак не влияет на твой бизнес. То есть любая страничка, созданная сейчас в Facebook, официальная ресторана, которую ты создаешь, или в Instagram, абсолютно неинтересна потребителям. Потому что потребители давно только лично друг другу доверяют. Раз. Два. Промо и продвижение, то, о котором ты сейчас говоришь, это последние уже три года по нашим исследованиям, то, чему мы у себя в Борисовой Академии учим, это user-generated content. Люди, потребители этого продукта, уже последние годы только они генерируют контент про твой бренд и про твой продукт. Ты на это никак не можешь повлиять, кроме как создать охуенный продукт. По цене, в этом месте, этой командой людей. Это единственное, что в твоих возможностях. Но ты не можешь повлиять как-то, чтобы написали про тебя. Потому что как только кто-то с количеством подписчиков больше 100 тысяч возьмет деньги от тебя, если ты, не дай бог, решишь заплатить за пост платный по поводу твоего заведения, например, он потеряет треть подписчиков сразу же. Потому что еще каким-то образом в этих социальных сетях, не знаю, заметила ты или нет, но уже происходит вот это ощущение, что фальшиво, а что честно. И результат, количество подписчиков у нас с тобой на ютюбе тоже исключительно зависит от того, насколько честно, открыто происходит коммуникация. Поэтому никак ты сейчас уже не можешь повлиять на промо вообще. Но все-таки этим надо заниматься, рестораном? Нужно заниматься продуктом. Ну, продукты это вообще как бы не обсуждается. Но мне кажется, если тебя нет еще и в интернете, ну, например, я хочу пойти, например, в грузинский ресторан. Нет, нет, в интернете, смотри, это must have, конечно же. Ну, по умолчанию у тебя все должно быть, официальная страница и все остальное. Я к тому, что надеется, что коммуникация построенная, например, тобой, официальная страница твоего ресторана с твоим продуктом в соцмедиа, еще и, как консультанты говорят, еще и с влитыми туда бюджетами, да, и с накрученным этим количеством просмотров, лайков или еще чего-то, это никак не коррелируется с количеством гостей у тебя в зале. Зачем тебе идти в канал? Это я называю социально активная моя позиция к рынку молодых рестораторов. Я хочу помогать этим ребятам за свой счет. Я думаю, ты знаешь, я знаю, сколько обходится в месяц пятерочку-шестерочку. Мне это как бы становится, чтобы рассказывать у себя на канале о том, как не фокапиться, открывая заведение, или если уже фокапились, открыли заведение, вляпались, как я называю, помогаю разбираться, как же теперь на самом деле, что это есть ресторанный бизнес на самом деле, а не то, что мы думаем перед тем, как его открываем. Какая-то самая болючая была по поводу фокапица, такое, что ты прямо ай-яй-яй в своей практике ресторатора? Слушай, ну я же все прошел, все этапы. Ты такая самая жестенькая, знаешь, ты вот об этом ты будешь помнить всегда. Есть такое? Ты знаешь, в основном это по поводу восприятия моего продукта кем-то, и даже не знаю, как это обозначить. Ну то есть, когда ты понимаешь, ощущаешь, сколько ты чего вложил в этот продукт, у меня какой-то был момент переломного этапа, когда, вот ты говоришь про личный бренд или еще про какую-то штуку, про некий образ, да, или там про публичность, назовем это так. Вот у меня до позапрошлого года, я 7 лет, был Димой Борисовым. А потом стал девочкой? Нет, я стал потом публичной личностью. До этого что-то делал? А до этого полтора года психотерапии, чтобы от Димы Борисова, который, например, в комментариях мог послать ***, если кто-то, не дай бог, на мою еду, которую я создаю в своем ресторане, на мой сервис с моими ребятами, с которыми я по 24 часа в сутки вам служу, кто-то написал, это говно не впечатлило, ожидал большего или еще что-то, я очень жестко рубился. Понятие, наверное, гастросрочи вообще в принципе появилось в тот период, когда появился я, там еще несколько наших младых экстраторов. Нет, потому что вот как раз переломный момент, вот эти были, то есть когда ты понимаешь, насколько это, ну, влияет на тебя, влияет в том числе частично на свой бизнес, вот, что тебя там воспринимают как образ, а не как как бы личность. Хотя вроде бы, мы только что с тобой говорили про честность, да, там, коммуникации как бы в соцсетях, вроде бы это все как бы и ожидается, да, то есть ты честно должен себя вести так, как ты себя ведешь. Ну, ты можешь послать, не знаю, в жизни кого-то, да, точно так же, ну, Facebook это отражение, по идее, тоже твоей жизни. Но вот в какой-то момент, нет, оказывается, нет. То есть ты должен уже играть какую-то роль, я принял эту роль, вот и последние несколько лет я образ, который вы себе там, мои читатели, подписчики, гости, не гости, хейтеры создали, вот я играю в игру, которая требует, то есть там меня маху поставить могут, а я скажу, боже мой, простите, посыпаю голову пеплом, и приходите, еще вам в три раза больше подарю, угощу бесплатно, только бы восстановить ваше доверие по поводу заведения, которое вас не впечатлило. Все моменты связаны с деньгами. Да. Я помню, я слушала когда-то твою историю о том, где ты взял первый капитал, который ты вложил в свой ресторан. Да. А вот были ли инвестиции, привлекаешь ли ты инвесторов каких-то? Конечно. Деньги это один из ресурсов, да. До 15-го года в основном это мои собственные были реинвестиции, там, реинвестиции моих там друзей, которые какие-то небольшие доли в моем бизнесе имеют, но это ничего общего с партнерством не имеет. Деньги это ресурс. Если бы в нашей стране, как во всем мире, был бы доступен ресурс, не знаю, кредитный, или же там фондовый, или еще как-то, я бы деньги привлекал в свой бизнес, в свои рестораны там. Эти люди тебя сами находят, или как это происходит? Ну сейчас сами, потому что по сути форма взаимодействия франшизы, это плюс-минус то же самое, только это бизнес твой, но под моим брендом и с моей помощью тебе за той роуте, которая ты мне платишь. А ты можешь рассказать про франшизу? Как она, как работает? Сколько стоит? У нас среднерыночная в этом сегменте в районе 20 долларов тысяч стоит паушальный взнос и роуте от 3 до 5 процентов за поддержание. И квадратный метр, как мы говорили, это тысяча долларов. От 500 до 1000 в зависимости. То есть в среднем заведение стоит порядка 100 тысяч долларов. До 100. От 50 до 100 в зависимости от квартатуры. Это достаточно демократичная история. Это в этом сегменте вот все работают. Такого рода формата. И мы не говорили, по-моему, на камеру. Хочу просто это проговорить, что какой оборот у нас в день и количество чеков на таких вот сточках. Высказала. От 100 до 200 тысяч гривен оборот. Количество чеков от 1000 до 1500. Колеблется от 100 до 150 гривен. Всегда очень интересен вопрос, когда я прохожу мимо заведения и вижу, что очередь стоит целый день. Ну, просто интересно всегда знать, сколько это может принести денег, учитывая, что средний чек опять-таки 5 евро – это не так много. Но это круто, что целый день. Разочарую тебя. Здесь все всегда упирается не в количество людей, которые стоят в очереди, а в ту технологию пропускную способность, в настройке объемов заготовки, которые ты физически можешь продать. У нас всегда в этих форматах ключевое – это физический ограничитель. То есть сколько мы за эти, сейчас у нас в среднем 120 секунд, можем в принципе на этой квадратуре с этим продуктом, который мы продаем, вот принять гостей. И мы упираемся в количество, которое мы физически можем или не можем произвести. Я вам искренне сочувствую, конечно, но меня впечатляет прежде всего очередь. Ну, то есть я считаю, что сегодня… Да, но мы на нее не влияем. Ну, это следующий вопрос. У меня просто как потребителя, это человек, который там в бизнесе чуть-чуть соображает, меня это просто впечатляет, это мега круто. Вот для меня, например, это мечта вообще любого человека, который запускает бизнес, чтобы у него была очередь. Да, ну смотри, в этом формате это норма. Ну, ты, условно говоря, стоишь в киевскую рыбочку в очереди, ты точно так же стоишь в очереди в часы пик, как и у нас в Макдональдс много лет. В этом сегменте, в этом среднем чеке это одинаково. Я никогда не видела все равно в ресторанах, но это все равно другое. Короче, ты молодец. Да, просто оно выстроено по-разному, там, может быть, логистически. Я не наполню, это трудно. Благодарю, да. Еще у меня вопрос к тебе уже такой, на пассажок и поедем, про школу. Да. Зачем это было сделано? Какова была первичная цель? Приносит ли это деньги? Или что это приносит? Смотри, Борисов Академи, Мэтр Академи изначально мною было, опять же, социально ориентировано, запланировано, плюс выгоды, которые я для себя ожидал, как корпоративный университет. Да. Получать себе персонал? Рынок, нет, получать квалифицированный персонал. Да, потому что рынок ресторанный, это тотально неквалифицированные люди без профессии. Или если профессию получили, то неосознанно, просто потому что так в жизни сложилось, поехали, получили профессию повара, не знаю, даже официанта невозможно получить профессии, бармена, бариста, это, в общем, ну, как бы поле неосознанного, это так сложилось в жизни, что приходится заниматься этим. Вот вкратце так назовем. Соответственно, если, я как мыслю, если у меня есть возможность сделать, там, проинвестировать деньги, сделать какое-то вместе с партнерами, мэтро, я очень им благодарен в их помещении, какой-то обучающий портал, где физически люди могут получить профессию, и в итоге я этим людям гарантирую, у нас слоган профессия и работа, я этим людям еще и гарантирую работу, но это звучит как крутой продукт, да, вроде бы на который есть спрос. Год мы бились головой об стенку, сначала, там, я сделал академический курс, но ужал его академический, это значит, ну, то есть ты академическое образование получаешь, от нарезки, условно говоря, там, лука и чеснока, до, там, знания всех технологических процессов, крутейшего оборудования и всего такого. Сколько времени? Вот мы это ужали, если в Европе два года на это уходит, то мы ужали до шести месяцев академического образования, каждый день с понедельника по пятницу, с девяти утра по семнадцать часов вечера. Поставили на это ниже себестоимости стоимость, да, полный курс, там, тридцать тысяч гривен стоит. Как ты думаешь, сколько пришло желающих научиться? Ноль. Окей, ну, вроде, по идее, все равно же есть рынок этот, да, все равно же есть какой-то, как бы, спрос, но вполне возможно, это действительно большие деньги для человека, который, например, эти деньги, там, это две его зарплаты, например, повара, да. Окей, говорю я, смотри, все равно я оставляю формулу профессия, работа, но сам плачу за тебя, если ты хочешь ко мне прийти, у меня поучиться или у меня работать, плачу за тебя, ты плачешь 10%, чтобы все равно какая-то энергия денег была, да, то есть 3 тысячи гривен ты платишь, полгода учишься, я с тобой гарантированно по результатам экзамена заключаю контракт на год, получу тебе рыночную зарплату плюс 10% сверху, из которой потом в течение года-полутора забираю себе, возвращаю типа вот эти вот 27 тысяч гривен, которые я за тебя заплатил. Как ты думаешь, сколько пришло? Ноль. Ноль. Шок. Окей, говори мы хорошо, ну, то есть, если даже это не стоит 3 тысяч гривен, твои мотивации, да, окей, бесплатно, приходи, гарантированно получишь контракт, если хотя бы базово сдашь экзамены, ну, то есть, я пойму, что ты специалист, как бы специалист, ноль. Это показатель реального спроса на эти профессии у нас в стране. Офигеть. Вот, поэтому в итоге мы через год это все перепрофилировали, Борисов Акедеми, Метро Акедеми, на топ-менеджмент и владельцев ресторанов. Как я называю, раньше я на дни мержала, сейчас называю курсы кроя и шитья. Где ты за день, или максимум на самый большой курс, это 2 дня, получаешь максимум концентрированных знаний от наших топ-менеджеров, от приглашенных спикеров в том числе, с погружением в процессы, с экскурсиями, с готовкой, со всеми историями. Но маркетинг в ресторане, как управлять и не обосраться, как открыть и не облажаться, там, ХАСП, ну то есть такие узкопрофильные для топ-менеджеров и владельцев. Это единственные замотивированные оказались люди, которым интересно заплатить 2,5 тысячи гривен на 100 и день, и самый дорогой курс 5 тысяч гривен. И то это не помогает, потому что, я так предполагаю, тем, кому мы поедем, и близко даже не посещали нашу Борисов Акедемию, Метро Акедемию, единственный такого рода учебный формат в стране. Но, тем не менее, собираются открыть уже через недельку, да, там, теперь же заведение. Сейчас посмотрим. Офигеть! А вот этот формат, он пользуется сейчас спросом? В какой периодичности вы проводите? Конечно, пользуются спросом. Ну, то есть у нас практически вся неделя занята, с понедельника по пятницу идут какие-то вот эти вот курсы, большие курсы, большой курс вот этот, как открыть эффективно управлять, двухдневные пятница, суббота, по-моему, у нас там раз в две недели или раз в месяц. А, то есть в среднем по 50 человек, да. Ну, круто. Да, уже хорошо. Ну, ходишь ли ты там себе франчези? Есть, но это не, как это, не та воронка продаж, которую хотелось бы. А я думала, что да, приехали. Нет, есть какой-то, есть какой-то, да, процесс. Но в основном приезжают, то есть мало кто хочет, большинство приезжает, кто уже открыл, вляпался. Ну, потому что все же приходят к тому, что, блин, надо, ну, наконец-то в этом разобраться, потому что вроде уже вгасили полмиллиона-миллион, да, оно что-то ни хера, и каждый месяц по двадцаточке-тридцаточке туда заносишь. Вот, ну, подду-ка я разберусь. В основном у нас там такие, то есть новых мало. Ну, уменьшая часть. Я удовлетворена и предлагаю поехать посмотреть, что натворили эти люди. Поехали. У тебя внимательно. Что там? Мы говорили, итальянский, конечно же, мрамор. На кладбище давно были? Много я видел селфи на фоне гранита и мрамора? На больнице, мне напоминают, она пока больница, да. 150% ошибок. Именно поэтому здесь нет ни одного кафе-бара, ресторана, и не будет никогда. Да, вы ходите.